Рад всех приветствовать в эфире, тем более, что сегодня у нас очень интересный разговор, который будет посвящен фигуре императора Александра Второго. Что такое император Александр Второй? Да это вершина обожания для западной историографии и, естественно, ее отвлечения, либеральной историографии нашей. Александр Второй – это автор великих освободительных реформ. Это можно прочитать в каждом учебнике. Он их инициировал, он их пробивал, он их выстрадал, несмотря ни на что он их продвигал и, в конце концов, даже жизнь отдал за эти великие освободительные реформы. Действительно, это не просто правление, это некий такой образец для подражания. Это вершина такого императорского дома, представителем которого является Александр Второй. Ну, это действительно очень красиво, поэтично все выглядит, но давайте все-таки обратимся к тем фактам, которые имеются, а они, надо сказать, имеются в достаточном количестве. И с помощью этого посмотрим по-другому на фигуру Александра Второго, кто же это был в реальности, и насколько реальная личность этого императора соответствует тем восторженным оценкам, о которых я только что сказал, и которые преобладают в исторической литературе вплоть до сего дня. Александр Второй родился в 1818 году. В 1885 году он зашел на трон. Тяжелейшее время было, естественно, Крымская война. Все мы это прекрасно знаем, помним. Николай I скончался в ходе этой войны, она завершилась крайне неудачно. В общем-то, такой фон был довольно сложный. Но все-таки внешний фон был сложный, его потом усилиями российской дипломатической школы потихонечку выправляли, выправляли. То есть здесь действия на международной арене были, а не понятны. Но вот теперь начинаются реформаторские усилия Александра Второго. Они начинаются сразу же, буквально после кончины Николая I, который в изображении историографии такой мэрокобес, ретроград, и, естественно, никаких реформах не думал. Естественно, первое дело – это освобождение от крепостной зависимости. Крестьянская реформа, Великая Крестьянская реформа 1861 года. Автором которой, вдохновителем которой и был Александр Второй, как нам говорят. Ну, на самом деле, эта реформа готовилась Николаю I. И там был не один комитет, они там назывались «секретные», которые так или иначе стоят с разных сторон, смотрели вот этот крестьянский вопрос, подготавливая вот это грядущее освобождение самого крупного сословия в России, крестьянского. И вот теперь, когда на трон зашел Великий Реформатор, ну, казалось бы, действительно, сейчас это дело получит импульс и, наконец-то, придет к самологическому завершению. Оно пришло в 1861 году. Но было бы ошибкой думать, что Александр Второй, оказавшись на троне, значит, с головой окунулся в крестьянский вопрос. Так он не собирался в его окунаться вообще. И следующие два года, в общем-то, те силы, которые действительно продвигали вот эту крестьянскую реформу, связанную с освобождением от крепостной зависимости, были очень встревожены, поскольку видели абсолютно зримо, что Александру Второму вообще все абсолютно как-то безразлично, не хочется употреблять более крепких выражений. И, в общем-то, он и не шевелится в этом направлении. И здесь, конечно, те силы, которые вот эту реформу действительно вдохновляли и продвигали, готовили, они, в общем-то, взяли его в тиски. Это случилось в 1857 году. Там уже почти два года прошло после его воцарения. И, в общем-то, в довольно ультимативной резкой форме поставили перед необходимостью начинать вообще-то эту крестьянскую реформу долгожданную. Назову только двух фигур. Это граф Киселев, который долгое время возглавлял Министерство государственных имуществ, а затем был послом Российской империи в Париже. И великая княгиня Елена Павловна. Это жена Михаила Павловича, брата младшего Николая I, который скончался в 1449 году. Это вот его супруга, великая княгиня Елена Павловна, она считалась такой страшной либералкой, которая собирала все вот эти либеральные силы, страшно модные такой, европезированные. Ну, в общем-то, такой законодательный мод. И не только в искусстве где-то, но и в политических сферах. И вот именно Киселев и Елена Павловна за границей взяли в плотные тиски молодого юного реформатора и, собственно говоря, убедили его в том, что крестьянскую реформу надо начинать. И вот только после этого такого эпохального события Александр II, значит, все-таки выдавил из себя это начало, и эта реформа пошла. Затем она была подхвачена уже теми силами, кто действительно жаждал этого освобождения, считал, что это долг. В общем, так и было. И, собственно, благодаря вот этим усилиям в 1661 году дело было доведено до завершения. 19 февраля, в прощенное воскресенье 1661 года, было объявлено вот о конце крепостного права в России. Насколько, значит, здесь роль во всем этом Александра II, ну, его роль, естественно, была, все это олицетворялось его именем. Все эти события с крестьянской реформы 1661 года, конечно, показали, что Александр II участвовал в этом деле, но не был его мотором. Значит, это реформаторский пыл его, он какой-то был весьма своеобразный. Тогда, конечно, возникает вопрос, ведь реформы начинались не только в крупнейшем крестьянском вопросе, но и во всей социально-экономической сфере Российской империи. То кто же их продвигал? Поскольку очевидно, что инициатором этих реформ сам Александр II не был абсолютно ни одной. Сложился другой реформаторский пул, действительно такой был, это их называют еще «младые реформаторы», такие люди западического толка, которые были склонны к имитации различных западных схем и применению их здесь, в России. Весь этот «младый реформаторский пул» он складывался вокруг не Александра II, который и не собирался никаких реформаторов лично собирать. Этим делом занялся его младший брат Константин Николаевич. Он родился в 1927 году, совершенно молодой человек был, Александр II был уже на почти 10 лет его старше. И вот вокруг этого великого князя Константина Николаевича и стала собираться вот эта вот реформаторская публика, тоже такое молодое очень поколение, такое же, как и он. Да и сложно сказать, что сам Константин Николаевич собирал этих реформаторов. На самом деле, сбор этих реформаторских сил на самом деле был уделом его личного секретаря Александра Головнина, который затем стал министром народного просвещения России. То вот этот вот Головнин, он-то на самом деле и стягивал всех знакомых, с кем учился, кого видел в салоне великой княгини Елены Павловны, с кем вообще сталкивался по каким-то жизненным, по чиновничьим коридорам или по жизни. И вот такой вот набор людей, собственно говоря, он был обеспечен секретарем Константина Николаевича. Здесь до Александра Второго очень далеко. И таким образом мы имеем этот пул молодых людей, которые все сконцентрировались в морском министерстве. Оно было очень модное тогда, морское министерство. Его возглавлял как раз великий князь Константин Николаевич. Но Константин Николаевич такой реформатор, который занимался всем на свете. И сложно найти такое дело, коему он бы не прилагал свои усилия. Вряд ли у этого все хватало бы на все это. Но, тем не менее, энергии у него было много, гораздо больше, чем у старшего брата, который, в общем-то, не отличался большой энергичностью именно в политических, государственных делах. Вот Константин Николаевич пригласил, собственно говоря, и выпистывал министра финансов Рейтерна, который возглавлял Министерство финансов и возглавлял его почти до окончания правления Александра Второго. И, собственно, Константин Николаевич и знакомил старшего брата со всеми этими людьми, которых приводил к нему его секретарь. И потом эти люди становились, после пребывания в Морском министерстве, уже полноценными министрами, то есть рассаживались по всему правительственному спектру. Вот механизм всех этих реформ и участие в этом механизме кадровом Александра Второго. Действительно, реформы пошли очень сильно, все это хорошо описано, тут столько диссертаций и монографий об этом имеется, что повторять излишне. Но вот вдруг в 1866 году Александр Второй, который изображал, что он все поддерживает, что он вдохновлен всем этим, и в 1866 году он вдруг внезапно потерял интерес к либеральным реформам, что заметили все. В чем причина такого резкого перемена, такой резкой перемены настроения идейного реформатора Александра Второго? Это связывается с выстрелом Каракозова, как раз в 1866 году, что вот он испугался, вот он чудом остался жив, это его потрясло, поэтому он решил повернуть от либеральной в какие-то консервативные такие вот схемы. И, в общем-то, дистанцировался от этой либеральной публики, охладел от нее во многом. Что на самом деле? На самом деле, действительно, выстрел Каракозова был, но совпал он еще с не менее значимым для Александра Второго событием в жизни, но которые малоизвестны широким кругам. Вот Александр Второй, пламенный реформатор, политический деятель, влюбился, будучи, естественно, женат, Марья Александровна, супруга, царица. Ну вот, Александр Второй влюбился в молодую Екатерину Долгорукую. Бурный роман начался, и Александр Второй так увлекся этим романом, что от всех визитеров по поводу продолжения либеральных реформ просто отмахивался. Я бы не сказал, что он вместо либеральных стал принимать каких-то консервативных деятелей. По-моему, ему было глубоко безразлично, что либеральные, что консервативные. Чего ему было не безразлично, это Екатерина Долгорукая. И действительно, все его помыслы связываются вот с этой его молодой пассией, с этой его такой вот новой любовью. Вот, например, в 1868 году было событие европейского масштаба. Это всемирная выставка в Париже. Очень известное событие, значит, там, достижения, науки, техники, все, что полагается. И Александр Второй сказал, что он поедет в Париж. Он не может не поехать. Он должен представлять там достижения России. Собственно, а кто, как и не он. Это такое важнейшее событие. Он лично возглавит делегацию и туда поедет. И действительно, он туда поехал. Но истинная причина такого стремления в Париж, конечно, было не представление каких-то достижений Российской империи в разных отраслях экономики и культуры, а тот факт, что в этот период там проживала Екатерина Долгорукая. Она уехала из Петербурга и вот проживала в Париже. И он рвался туда. Но поскольку император это не частное лицо, простое, и не мог просто так сорваться куда-то и поехать, то благо подвернулся такой предлог, как всемирная выставка в Париже. Чем он этим предлогом и воспользовался, и прибыл туда, на выставку, а если быть точнее, к своей возлюбленной Екатерине Долгоруковой. Вообще, эта Екатерина Долгорукова, она большую роль играла в придворной жизни. Благодаря тому, что воздействовала на этого реформатора, он удовлетворял всем ее капризам. Вот каким капризам? А она не только какие-то личные капризы, а капризы такие уже более серьезного характера стала предъявлять. Ведь та молодая группа реформаторов, которая засела в различных правительственных министерствах, а особенно министр финансов Рейтер, они начали экономическую реформу, создание банковской системы, железнодорожной сети, что сейчас выставляется как действительно такое благое дело, но с этим сложно не поспорить. Спорить-то можно с другим, о чем часто забывают. А каким образом это делалось и какой ценой? Вот здесь, конечно, такое ваханалие, которое развели при дворе Александра Второго в Зимнем дворце, значит, сложно найти в какой-то еще период. Если только 90-е годы 20-го века, у нас можно с этим сравнить. Что же было тогда? Все очевидцы правления Александра Второго в эти годы подчеркивают, что Зимний дворец превратился в лавку, где великие князья, министры, аристократы, приближенные, торгуют концессиями, лицензиями и всем, чем можно торговать. То есть это уже такая коммерческая контора превратилась и правительство, и придворные круги. И большую роль там играла как раз Екатерина Долгорук. Она все быстро очень поняла, что происходит и какие выгоды от этого можно излечь. И довольно-таки быстро стала играть первую скрипку, одну из первых скрипок в распределении различных железнодорожных концессий. И вот она столкнулась со всемогущим руководителем третьего отделения, это полиция, попросту говоря, Петром Шуваловым. Его даже называли Петр IV, так это за глаза. Очень такая мощная фигура, которую боялись. И он пытался как-то охладить вот эти коррупционные интересы Екатерины Долгорукой, поскольку все ее обходили, понимая, что это за персона и кого она держит в руках, великого реформатора. Да он не побоялся и, в общем-то, открыл ей такую вот войну придворную, откровенную, открытую. И надо сказать, что в этой войне не преуспел. Всемогущий руководитель третьего отделения был выгнан Александр II и отправлен послом в Лондон, чтобы с глаз долой, как говорится. И главную первую скрипку в этой отставке как раз сыграла это Екатерина Долгорукая. Вот, значит, великий реформатор и все, что связано с его великими реформами. Каким образом все эти кадровые решения проводились при Александре II? Вот, например, он долго не видел своего друга юности, графа Толстого, однофамильца, конечно, Льва Николаевича. И вот они встретились, значит, все это закончилось, значит, ночным гулянием, в ходе которого Александр II вдруг вспомнил. А почему это его любимый друг юности еще не министр? Так он должен быть министром. Так надо назначать его министром. А что тянуть? Вот прямо сейчас и назначим, когда ему объяснили, что значит, вот прямо сейчас и как назначим. Все министерские посты заняты, никаких вакансий, как говорится, нет. И кем мы его назначим? Это как бы невозможно. Так нет проблем для пылкого сердца. И Александр II сказал, тогда мы учредим министерство почт и телеграфов. И действительно, в Российской империи был такой департамент, который находился в министерстве внутренних дел. Так вот, теперь его выделили оттуда, придали статус министерству почт и телеграфов, и во главе его поставили друг Александра II Толстого. И это министерство посуществовало ровно до того времени, когда произошла гибель Александра II. Затем абсолютно точно это министерство просто ликвидировали и опять ввели в состав министерства внутренних дел на правах департамента, как это было. Вот что из себя представляла фигура Александра II как реформатора в политическом смысле. Но и в личной жизни. Он тоже выдавал такие образцы, которые, мягко говоря, недостойны подражания. Вот Екатерина Долгорукая только набирала силы, набирала власть, и, собственно, она стала претендовать уже на то, чтобы стать законной супругой, то есть царицей, ни много, ни мало. На этой почве произошли, конечно, большие трения с Александром Александровичем, наследником, будущим Александром III. Отношения Александра II с Александром III очень сильно испортились, и Александр II грозился, что он лишит его наследования и передаст все это детям, которые уже появились к этому времени, именно сыну от Екатерины Долгорукой. И все это, заметьте, происходило на фоне того, что законная императрица, супруга Александра II, Марья Александровна, болела очень сильно, и, в общем, болезнь у нее только усиливалась, и по мере усиления этой болезни Александр II терял к ней вообще какой-либо интерес. И складывалась вообще такая кощунственная ситуация, когда в одном крыле гульбанят Александр II с Екатериной Долгорукой и всеми, значит, приближенными, которым, значит, используют все это для своих целей, а в другом крыле, в противоположном Зинею дворца, лежит умирающая супруга. В общем-то, довольно неблаговидная как картина, и, в общем, реакция Александра Александровича, будущего Александра III, она, в общем-то, понятна на то, что это происходило. В экономической жизни вот мы говорим, что да, может быть, это лично, это ни при чем, но все-таки он там держал пульс. Он абсолютно не держал пульс на всех этих реформах, которые начали проводить вот эти вот молодые люди, которые с годами уже переставали быть молодыми, так же, как Александр II и так же, как Константин Николаевич. Вот, например, банковская система, которую создавала Рейтерн, чем она закончилась, закончилась тем, что появилось огромное количество банков, которые вообще находились вне какого-либо контроля. Это был такой банковский финансовый бум, спекуляции, крахи, какие-то крушения этих банковских структур постоянно сопровождалось. И, в общем-то, к 1873 году стало понятно, что так долго продолжаться не может. Но Рейтер постоянно накачивал Россию все новыми-новыми банками, новыми-новыми подписями подучредительными документами, которые поступали в Министерство финансов. И тут все-таки Александру II в Государственном Совете люди, понимающие, к чему это идет, объяснили, он долго не хотел это слушать, объяснили таким образом, что если это все продолжится еще пару лет, то вся финансовая система Российской империи просто завалится, она рухнет. А если эта система завалится, финансовая, завалится вся экономика, то вместе с этим завалится еще кое-кто. Вот здесь, конечно, инстинкт самосохранения сыграл свою роль, и он проснулся и решился на такой необычный для либерала шаг. Либеральные историки не любят это повторять. Ввести мораторий на банковское учреждение. И вот с 1873 года в 1884 год, когда уже только Александр III отменял, в России существовал мораторий на учредительство банков. Невиданная значит такая вещь, но она была необходима, поскольку вся финансовая система была перенапряжена и доведена уже до предела. И действительно какие-то катаклизмы экономические, они были не за горами. Поэтому вот на это он отреагировал таким вот образом, что, кстати, свидетельствует о нем как неприверженном либерале. Ни один либерал не стал бы делать таких запредительных мер. Это противоречит сути того, что рынок все расставит по своим местам. Вот такой вот образ человека. И здесь царя императора Александра II перед нами предстает. И можно сказать, что Александр II это самый слабый царь на протяжении всего столетия. Нам постоянно говорят и рассказывают, что это великий император озабоченной реформой, озабоченной страной. Чем он был озабочен? И вот я немного рассказал, такой фактуры очень много, если работать по этому периоду. И исходя из этого, можно четко утверждать, Александр II это самый слабый царь. И слабее своего отца Николая I, и слабее своего сына Александра III. Да если даже брать Николая II, слабее его, поскольку Николай II царь, которому мягко говоря не повезло, и он действительно там и не пользуется большими симпатиями западной историографии, но только что Александр I, так еще более-менее. А все остальные, вот во всей этой линейке, существует династический, вот этот вот провал в лице Александра II. поэтому все эти великие освободительные реформы, если так можно сказать, это реформы без реформатора. Он не был ни их инициатором, ни вдохновителем, ни был тем, кто их проводит. Но все-таки вот 1 марта подведена черта в 1881 года под его жизнью. Очередное покушение на императора, и вот он погиб в Петербурге, как известно, эта трагедия случилась. Спрашивается, почему же такая череда покушений, а это было не первое, там очень много покушений было на Александра II. Почему эти покушения были, если человек, так сказать, далеко ничем не интересующийся, да и это не было тогда секретом, этот миф был придуман уже гораздо позже различными либеральными почитателями. Почему такая охота развернулась на Александра II? Эта охота развернулась на него, такой не было ни на кого, ни на одного царя, только на него. Он, наверное, по покушениям всех превзошел, если какие-то там и были. В чем здесь кроется причина? Ну, причина кроется абсолютно опять-таки не в нем. Народническое движение, а именно 70-е годы это прошли под печатью вот этого народного демократического революционного движения, они пытались разбудить народ народнический. А поскольку это дело шло туго и стало понятно, что собственными усилиями это не реализовать, то тогда возникла очень здравая идея, что надо убить царя. А если убить царя, то это даст огромный толчок, огромный толчок, и крестьянские массы придут в движение, и, собственно говоря, революционная ситуация уже будет не за горами, и, в общем-то, появятся перспективы свержения царского режима. И развернулась охота, потому что на Александра Второго все считали, что если это произойдет, это такая будет точка, которая еще раз сколыхнет. Вот они добились 1 марта 1881 года, но это подвело черту не только под жизнью Александра Второго и его реформаторскими в кавычках усилиями, а это подвело черту и поднародническими надеждами и чаяниями. Никакого восстания народа не произошло. Крестьянство совершенно не отреагировало на этот факт. Более того, были разговоры, что это дворяне убили царя, чтобы землю обратно у крестьян отобрать после этой реформы освободительной 1961 года. То есть совершенно в другую сторону пошла работать крестьянская мысль. То есть вот эти все покушения, они тоже связаны с этим. И вот это последнее покушение, которое окончилось этой трагедией 1 марта 1881 года действительно такой финал вот такого человека, который объявлен великим реформатором. Вот на самом деле кто он был, что он из себя представлял. И в общем-то это действительно такая страница в нашей истории, с которой еще стоит разбираться. А для этого нужно учитывать те подходы, о которых сегодня мы говорили. Спасибо. Продолжение следует...